Здравствуйте, уважаемые зрители, как же выглядит брутальный мужчина глазами самих мужчин? Ну, согласно проведенным исследованиям, мужчинами брутализм воспринимается как грубая, мощная пассионарная сила, ну, вызывающая уважение трепет у себе подобных. С раннего детства мальчикам вбивают, часто в прямом смысле этого слова, в голову, что они должны быть такими мужиками. Ну, никогда не плакать, давать сдачи, это, наверное, прорально. Эта установка передаётся от отца к сыну на протяжении тысячи лет. Таким образом, в результате обработки мужской совокупности телесных, психических и поведенческих особенностей, то есть внешнего, отличающих мужчину от женщины или самца, от самки у животных, важное место занимает эстетика прямого действия. Никаких общих атрибутов или надуманных фактов, только конкретные качества, определяемые ими поступки и полученные по результатам поступков достижения. И здесь уже не идёт речь о брутальности как таковой. Большинство мужчин не оперируют таким понятием. Для них брутальность это синоним мужественности. А настоящий мужик должен держать слово. Чешных мужчин уважают даже соперники. А самый простой способ потерять уважение, это стать лжецом. Лжецов не уважает никто. Решать проблемы, как свои, так и чужие, и без напускных таких страданий. Уметь постоять за себя и за своих. Не всегда конфликт – это вина двух людей. Иногда конфликт находит нас сам, даже если мы того не желаем. Мужчина должен быть готов. Владеть собой, бить по столу кулаком и орать – недостойно мужчины. Мужик не будет спускать себя с поводка и потакать своим слабостям. Брать на себя ответственность. За себя, за свою женщину, за детей. Ответственность в жизни много. И вся эта ответственность наша, мужская. Добиваться цели не все родились энергичным таким достигатором. Умру, но буду эффективным. Умру, но газ не брошу. Тормоза придумали трусы. Но каждый может им стать. Какая точка зрения ближе к реальности? Как обычно преобладает плюрализм мнений, а истина скрыта где-то посередине. Поэтому обратимся к биологии и истории, которые расставят все на свои места. Биологическая и историческая точка зрения. Во все времена песчаных людей выживали, у печерных людей выживали такие альфа-самцы. Только сильный, физически дикий, коварный мужчина мог завалить мамонта, отогнать хищника от пещеры, отвоевать у себе подобно новую территорию. Омеги были не более чем кормом для фауны. Таким образом эстетика прямого действия преобладала. Не заваришь мамонта – не поешь. Не отгонишь хищника – не проживешь. Вся суть мужчины сводилась к поступкам. В наше время общество приняло такой пацифистский вектор развития. Сегодня мужчины намного чаще встречаются с бытовыми, чем с военными вызовами. Соответственно изменились и поступки. Брутал взял в руку вместо дубины такое перо, а вместо рыцарских допехов так оболочился в костюм с галстуком. Починишь смеситель, чтобы он не капал. Забить в стену пресловутый гвоздь или договориться с партнером по бизнесу не менее мужественно, чем сломать кому-либо челюсть драки или уметь хорошо стрелять со всех видов оружия. Мужчина определяется поступками. Так было десять тысяч лет назад. Так происходит и сейчас. Кроме того, в наше время, к огромному сожалению, границы между полами стали постепенно стираться. Женщина, работающая сварщицей или крановщицей, никого не удивляет. При этом некоторые изначально мужские профессии, вот например бухгалтер, стали в большинстве своем женскими. В связи с этим слабый пол, несмотря на свою независимость, стал испытывать дефицит в сильных во всех смыслах этого слова мужчина. Рыцарях, нрав которых также не отличался с особой галантностью или мягкостью, способных взвалить все ее проблемы на свои широкие крепкие плечи. С точки зрения биологии, а люди часть животного мира, самки всегда инстинктивно тянутся к более сильным самцам, который и гнездо защитит, и мясо в берлогу притащит. В наше более пацифическое время сложно понять, кто говорит и делает, а кто просто говорит. Поэтому предпочтение отдается тем, кто хотя бы выглядит мужественно. Брутальный мужчина – это тема о том, какой он брутальный мужчина очень разносторонний. Многое зависит от того, с какой точки зрения рассматривать объект исследования. Сам термин брутальности существенно видоизменился. В наше время он перестал восприниматься как исключительная жестокость, кровожадность, склонность к предательству. Сегодня брутальный мужчина – это не головорез с кинжалом за поясом. Но кто это? Завязать дочке бантик утром тоже сурово, мужественно, брутально и не всем по плечу. Он такой прямо мечта любой девочки, девушки. Женщины считают, что это сильный и в известной степени независимый мужчина, во внешности которого обязательно присутствует такой некоторый лоск. Мужчины склонны заменять брутальность мужественностью, а мужественность заключается в поступках. Согласитесь, вряд ли можно назвать мужиком накачанного красавчика, который не способен сделать иммунитарную вещь по дому. Назвать бруталом возможно назвать мужиком едва ли. И история такой трактовкой согласна. Если подвести итог, можно сказать, что брутальный мужчина – человек действия, которому не чужда самодисциплина. Поддерживать хорошую физическую форму, чтобы порадовать подругу или завязать дочке бантик утром – тоже сурово, мужественно, брутально и не всем по плечу. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, данная информация была очень интересна. Два видео про брутальность. Следующее свое видео я хочу рассказать о таком слове, как «лопидарный», но это будет в следующем видео. До свидания.